Проповедь Лоры Было воскресное утро. Вся семья, кроме Лоры и ее матери, отправилась в церковь. Как правило, они, или по крайней мере Лора, первыми усаживались в сани. В это утро миссис Уиллер сказала, что она не поедет, так как немного простыла. Она добавила, что после недельной работы совсем выбилась из сил и как раз в том состоянии, когда очень легко заболеть. Пальто Лоры выглядело слишком старым, чтобы надевать его в церковь, так что ей лучше остаться с ней дома. — К следующему воскресенью у тебя будет новое пальто, — сказала она, чтобы утешить девочку, — и ты будешь в полном порядке до конца зимы. Несколько минут Лора выглядела расстроенной. Она очень любила ездить в церковь, укутавшись в большие мягкие одежды. Девочка не возражала против службы, хотя проповедь была довольно длинной. Тем не менее, она была от природы веселой девочкой, и ее лицо вскоре прояснилось. Застегнув свое несколько поношенное пальтишко, она вышла посмотреть на птиц, которые в большом количестве собирались у дверей сарая. Лора и птицы были друзьями. Она дружила со всякими бессловесными животными и имела о них странные представления. — Ты упадешь, — серьезно сказала она, обращаясь к пушистой птичке, которая раскачивалась на тоненькой ветке, почти рядом с ней. — Ты выбрала очень тонкую ветку. Она выглядит так, будто вот-вот поломается. Ветка может сломаться, пока ты раскачиваешься на ней. Я почти уверена, что так и будет. Тогда ты упадешь в снег и ушибешься. Однажды я свалилась с ветки и ушиблась. Птичка не обращала ни малейшего внимания на это дружеское предупреждение. Лора продолжала неподвижно стоять, глядя на раскачивающийся куст. На ее лице отражались серьезные мысли. Она уже отвернулась от птицы и думала о стихах, которым сестра Нэнни научила ее сегодня утром. Для маленькой девочки стих был длинным, с несколькими трудными словами. Но Лора запомнила его и проговорила в уме, прокручивая в голове объяснение, которое дала им Нэнни. «Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Ветви засыхают сразу, как только отламываются», — проговорила Лора. «Я видела их. Папа и Моисей сжигали их. Вот что там говорилось». «Эта ветка отломлена», — продолжала она, внимательно разглядывая веточку, которую держала обеими руками. «Она росла, но больше никогда не вырастет. Все листья с нее опали, и когда-нибудь она сгорит? Я думаю, она ни на что больше не годится». Слова тут же оборвались. По выражению ее лица было видно, что в мозгу маленькой Лоры продолжали крутиться великие мысли, которые она не могла выразить. Библейский стих и простое объяснение Нэнни глубоко проникли ей в сердце. Вскоре она вошла в дом. Мысли ее так разрослись, что ей необходимо было задать еще несколько вопросов. Обычно в воскресенье в это время дня в кухне царила тишина, но сегодня было исключение. Миссис Уиллер, заканчивая дела, связанные с утренней работой, наткнулась на миску с мясным фаршем и куском теста, очевидно приготовленными для пирога. «Подумать только», — сказала она. «Я думала, Кэти вчера закончила выпечку. Какая небрежность оставить миску с мясным фаршем на воскресенье. Из этого получились бы два хороших пирога. Если все люди придут на день благодарения, пирогов может не хватить. Всем очень нравятся мои пироги». Интересно, о чем Кэти думала? Должно быть, стемнело еще до того, как она закончила. Завтра первым делом нужно будет приготовить их. Но на завтра тоже очень много работы. С домом, полным народа, приходится много работать. Тесто потеряет свой вкус, если будет стоять долго. Наверное, лучше бросить его в пару жаровин и поставить в духовку. Огня достаточно, чтобы хорошо испечь их, и это не займет и пяти минут. На завтра еще остается много дел. Было еще много мыслей, не облеченных в слова. Но все закончилось тем, что на столе появилась формовочная доска, а рядом банка с мукой, скалка и кондитерский нож. Удивляюсь, как они все не покраснели от стыда, ведь такого воскресный день с ними еще никогда не случалось. Щеки миссис Уиллер слегка покраснели. Она чувствовала себя, как она выразилась бы, немного странно. Но двигалась она очень быстро и намеревалась вскоре сесть в зале в своем воскресном платье. Именно в этот момент Лора толкнула кухонную дверь и вошла. Ее глаза расширились от мыслей, о которых она хотела спросить. Они становились все больше по мере того, как она осмысливала ситуацию. Ее мама раскатывала тесто для пирога, но ведь сегодня воскресенье. Такого в жизни Лоры еще не случалось. Никто не знает, почему странный маленький мозг соединил воедино мысли пришедшие ей на ум на улице и тесто для пирога на кухне. Но мысли соединились и вскоре возник вопрос. Мама, ты отломилась? Что я сделала? спросила миссис Уиллер и покраснела еще сильнее. Что-то во взгляде и тони Лоры заставило ее покраснеть сильнее. Отломилась. Так Нэнни сказала. Она сказала, что люди, которые отломились, делали вещи, которые Иисус не хотел, чтобы они делали, и продолжали их делать. Мама, он хочет, чтобы ты пекла сегодня пироги? Никогда не видела такого ребенка, сказала миссис Уиллер, заставляя скалку вращаться над доской со скоростью железнодорожного поезда. С какой целью Нэнни вложила тебе в голову такие мысли? Иди в другую комнату, дитя, и сними пальто. Я буду там через несколько минут. Я не буду печь пироги, а скомкаю это тесто и оставлю его до завтра. Так она и сделала. Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь, Бог твой. Второзаконие, 5 глава, 12 стих. Где мы регулярно публикуем новые аудиоматериалы.